Школьные двери открылись, но закрылись школьные столовые. Тревожный сигнал пришел из ВИКСы. Ученики уже вторую неделю не получают школьное питание. Родители вынуждены собирать своим детям сухие пайки. Как получилось, что День знаний перешел в Дни голодания? На месте выяснял Евгений Карпов. Даже за матовым стеклом столовой двери можно разглядеть голодные глаза школьников. Вторую неделю здесь одна и та же картина. Холодные плиты, чистые бачки для еды и другая кухонная утварь. Вся пустая, нетронутая. Это только одна из десяток школ, которые находятся на территории города ВИКСы и ВИКСовского района. Соответственно, у них учатся тысячи детей, и они уже девятый день находятся без омена. Юлия Пантелеева каждый день собирает своей восьмилетней дочке Насте с утра перед школой сухой паек. В этот раз ребенок будет есть бутерброды с сыром, только после маленького напоминания. Скушай обязательно, а то вас в школе сейчас не кормят. Не постижим, чтобы ребенок без горячего ходил в школу с такими нагрузками, какие сейчас. А вот детям постарше грызть гранит науки на сухую надоело. Руководству школы сделали последние предупреждения. Не пойдут на уроки, если не начнут кормить. Потому что большинство из нас не может покушать дома. После всех внешкольных занятий сразу летим в школу, и нас не кормят. Директор школы на наш вопрос, почему такая ситуация вообще стала возможна, ответить не смогла. Питанием у нас ведает учредитель. На выходе из школы нашу съемочную группу ждал Александр Забнин. Именно он руководитель комбината питания. С 2009 года его компания обслуживала почти 20 школ района с общим числом питающихся детей почти 8 тысяч. По его словам, 31 августа этого года в администрации ВИКСа его поставили перед фактом. На рынке школьного питания он больше не работает. Удомления со стороны администрации не было, то, что прекращает деятельность, то есть работу с моим предприятием. Также не было уведомлений от школ, с кем заключены договора. В администрации ситуацию с питанием школьников прокомментировали предельно честно. Резда занимается частной компанией, к сожалению, она монополист. Мы решили вывезти на рынок новую компанию, компанию муниципальную, которая будет гарантированно обеспечивать питание и безопаснее качество питания. Когда заработает новая компания и дети получат горячее питание в школах, в администрации не уточнили. И только руководство старой компании на свой страх и риск готовится кормить детей. Уже завтра собираются доставить в школы горячее. Заложниками оказались дети. Продукты будете на свои деньги? Продукты. Продукты пока взяли в долг. Евгений Карпов, Дмитрий Климаков. Вести при Волжье.